Печорский калейдоскоп Печорского района за прошедшее время В студии Иван Шамков Смотрите в выпуске Шумные линейки, белые банты Как Печора отметила День знаний Мы живем в поистине красивом месте, ребят Своими руками сделаем мир ярче Как живешь, конец бор Встретимся на квартирнике 1 сентября, но только 2010 года 1 сентября в Печоре Это море цветов Отдохнувшие учителя Радостные отстричь с одноклассниками Школьники Все это увидела съемочная бригада волны Давайте и мы посмотрим День сегодня очень важный Как же я его ждала Я сегодня первоклашка Я до школы доросла Туфли, бантики и форма Яркий солнечный денек Я иду сегодня в школу Первый получить урок В первый класс, в первый класс Я сегодня иду В первый раз, в первый раз Я с волнением жду Жду открытых дверей И звонок на урок Жду хороших друзей Интересных дорог Все вокруг мне интересно Мир открою я большой В нем мы класть за партой места И учитель первый мой Буду с радостью учиться Каждый день пройдет не зря Чтобы мной могла гордиться Наша дружная семья В первый класс, в первый класс Я сегодня иду В первый раз, в первый раз Я с волнением жду Жду открытых дверей И звонок на урок Жду хороших друзей Интересных дорог В первый раз, в первый раз Я с волнением жду Жду открытых дверей Жду открытых дверей И звонок на урок Жду хороших друзей Интересных дорог Эй, первоклашка Гляди веселей В школьную дверь Открывай посмелей Там за порогом Неведомый путь Труд и терпенье С собой не забудь До свидания лето Ласковое лето Вот и завертелась Школьная планета Тесты и пираты И олимпиады Первые победы Первые награды До свидания лето Солнечное лето Все, что было этим летом Не допета Да поем ведь песен Много их хороших Только ты узнай Без через год подросших Эй, первоклашка Гляди веселей В школе найдешь ты Новых друзей Вместе с друзьями Мы поднялись Не по будильнику Сами собрали Свои рюкзачки Рядом идут С модным мобильником В школу торопятся Выпускники Эй, смотрите Все на нас Мы идем Первый класс Первый, значит Высший класс Пропустите нас Первоклашки Всюду Первоклашки На ступеньках Школы Суета Там за ручку С мамами Не страшно Страшно Встретить Черного кота Скоро звонок Стихнет на улицах Шум голосов И начнется урок В классном паре Только волнуемся Черный котенок Сбежал на порог Мы здесь Главные Сейчас Нас Ведут Первый класс Это Значит Высший класс Пропустите Что Теперь И У Нам за ручку с мамами не страшно Страшно встретить черного кота Страшно встретить черного кота Вы смотрите печерский календарскоп! Королева Уральских Алип взяла гран-при на всероссийском конкурсе. Этот фильм стал результатом совместной работы сотрудников печерского филиала Национального парка Юга-2. А теперь подробнее. В августе в Смоленске проходил финал 10-го всероссийского фестиваля конкурса видеопрезентаций о туризме «Дива России». Было направлено 240 видеороликов со всей страны. Республику Коми в финале фестиваля представлял наш Национальный парк Юга-2. По мнению компетентного жюри, в состав которого вошли известные российские и зарубежные специалисты по видео- и киноиндустрии, фильм Национального парка Юга-2 был удостоен гран-при. За высокой наградой отправилась Елизавета Чумак. Более двух часов я ожидала, когда же вызовут все-таки, ну, расскажут, что гран-при одержал документальный фильм «Королева Уральский халь». То было, я прям гордо встала, пошла на сцену и, конечно же, сказали, что мы молодцы, что этот фильм оценен по достоинству, что видна работа профессионалов. До этого мы также принимали участие в конкурсах, да. У нас имеются дипломы первой степени в полуфинале, то есть за этот же конкурс, в полуфинале мы взяли первое место. Вот нам такой дипломчик дали и статуэтку, естественно. В предыдущие годы за фильм, который был снят также на территории Печорского филиала, это, так, нет, не этот, на пути к Монораге мы взяли второе место, тоже заслуженно, среди участников, которых тоже было немало, нас выделили вот вторым местом. Но хочу отметить, что до этого снимались фильмы, которые были сняты в летний период, которые рассказывают, как сплавляться, с каких точек, какие пешие прогулки. Этот фильм «Королева Уральских Альп», как вы уже видели, да, был снят зимой и попали в цель, да, так скажем, награда, об этом нам сказала. Гран-при у нас, то есть в такой вот золотой рамочке был представлен диплом, и вот такая вот статуэтка, очень красивая, большая, в отличие от других. То есть мы очень рады и счастливы, на самом деле, что нас оценили. Но это, я думаю, наша не последняя награда будет еще, будет работа вестись и над другими фильмами, и мы также будем рады принять участие, конечно же, и в дальнейшем в этом конкурсе. Поистине это заслуженная победа и признание специалистов, которые видят красоту местной природы и умеют донести ее до зрителя. А сколько душевного тепла в их словах, они настоящие патриоты родного края, им слово. Когда мы этот фильм создавали, когда уже картинка была у меня на руках, я ее видел, готовились мы к озвучке, я уже понимал, что, несмотря на то, что видео, как вот говорят у нас, закрывать, да, картинку, было достаточно немного, но я понимал, что получается что-то интересное. Во-первых, нам очень из погоды повезло, у нас погоду, снималось все зимой, не угадаешь, особенно на сабле, сабле у нас девушка капризная, и она часто покрывается облаками, снежные бури бывают, там, и прочее, прочее. Тут мы приехали, и у нас идеальная погода все те дни, которые мы проводили съемку. Тут, конечно, есть еще такой момент, как фортовость оператора, вот у нас Илья Пузанов, который снимал и монтировал эту картину, уже не первый раз за ним замечено, что когда человек приезжает на такие вот съемки, перед ним открывается и погода удается, и звери к нему выходят в кадр, и все красиво. То есть удается за какой-то небольшой промежуток съемочного времени уловить очень-очень многое, чего, допустим, до этого не удавалось, вот, и включить это в картину. Потому что у нас, на самом деле, задача фильма была не то, чтобы показать там красоту природы, хотя, конечно же, это одна из главных задач, то есть у нас задача привлечь посетителя на нашу территорию. Многие, кто живет здесь, даже здесь в Печоре, видят саблю издалека, и никогда в жизни там не бывают. Они бывают где угодно, там, в Турциях, там, и прочее, прочее, ездят куда угодно, тратят какие-то там деньги, жизнь свою тратят, приезжают в Печор и видят эту саблю издалека. Да, добраться туда достаточно сложно, это такое целое, как бы, замороченное путешествие. Вот, но все же это все в руках человека, все возможно, и когда человек таки попадает туда, он, каждый раз я слышал одно и то же, господи, мы рядом живем и не видим этого, это чудо этой красоты, это самые, вообще, уникальные горы из всего Уральского хребта, это приполярный Урал, собственно, жемчужина, как в фильме это рассказано, это самые вот узлы, самые интересные, самые красивые находятся на территории Печорского района. Монорага, сабля, это все у нас здесь, через саблю, через Аранецкий перевал проходил Сибиряковский тракт, это древний, через каменный путь, еще до Сибирякова этим путем пользовались местные, немногочисленные то местное население, которое вывозило из-за камня соль для своих нужд и хлеб. Это были очень тяжелые такие, тяжелая такая жизнь, связанная с огородными рисками, и оленеводы ходили, их водят до сих пор со своими стадами. В общем-то, очень интересные, уникальные места, здесь бывали очень многие путешественники, такие как Крузенштерн, такие как Русанов, эти места описывали, и они оставили, и вообще сабля считалась самой высокой вершиной Урала, пока не было открытой народа, и вот, в общем, у нас уникальные места, я могу об этом говорить много, вот, но именно задача наша открыть немножечко пошире глаза, в том числе и местному населению, чтобы они знали, где они живут, и чем рядом, и постарались, может быть, хоть раз в жизни оказаться в этих местах. Я писал сценарий изначальный, то есть канву, рыбу составлял, то есть как это будет, начало развития финала, с чего она будет состоять, что будет внутри находиться. Со мной вместе над сценарием работали Вячеслав Юрьевич Скворцов и Елена Игоревна Шумницына, наш старшинаучный сотрудник Национального парка. Безусловно, то есть очень много информации мы хотели внести туда, но, опять же, понимание того, что определенный хронометраж, мы должны и не перегрузить эту картину, и в то же время сделать ее такой, чтобы она являлась такой, скорее, затравкой, чем человеку полностью все рассказать, ему уже будет дальше неинтересно. То есть это, я думаю, у нас получилось. У нас и получились и горнолыжников снять, и в кадр попал у нас уникальный вообще человек, которому уже за 60 лет он все ходит, он альпинист, мы встретили его там на Орнецком перевале, взяли у него интервью, он с Перми. В общем, снегоходчики, которых каждую зиму становится все больше и больше. В общем, эмоции и прекрасные виды, хороший монтаж, хороший звук, который удалось поработать вообще так хорошо. Ну, я еще, мой голос звучит за кадром, я озвучил этот фильм и продюсировал звук, исторические моменты озвучил для фильма очень известный режиссер телевидения Евгений Буткин, он с оборотом из Печоры, он согласился принять участие, его голос вот шикарно вообще вписался в картину и очень украшает наш фильм. Потом наша команда, это, конечно же, все наши государственные инспектора, которые часть попала в картину, часть нет, это Сергей Иванович Мишенко, один из самых опытных работников национального парка «Юг-2», который работает с самого основания, Петр Николаевич Сандо, Елена Анатольевна Бревнова, наши девушки, которые работают по экопросвещению, Елизавета Чумак, Аня, которая принимает у нас заявки от туристов. У нас все приложили к этому фильму какое-то участие и вот получилось прямо легко. Задача в том числе наша донести до каждого, потому что «Юг-2» это должно быть, это, собственно, и есть и должно быть, это гордость. То есть нам говорят иногда, ну вот мы живем, а нам нечем гордиться. Допустим, чем в Печоре можно гордиться? Ну, у нас все есть. У нас есть великолепная природа, рядом прямо у нас с набережной видно уникальный хребет сабли. Только это может вызывать, не знаю, гордость, что ты живешь в таком месте уникальном. Дышишь этим воздухом и пьешь эту воду чистейшую. Во многих местах России и вообще этой планеты о том, чтобы попить воду из реки, об этом даже нельзя подумать в страшных снах, а у нас, пожалуйста. То есть мы живем в уникальном месте. Ребята, мы живем в самом крутом месте на Земле. Самые красивые места находятся на Приполярном Урале. Самые красивые места находятся в Национальном парке Юга-2. И я всем туристам рассказываю одну и ту же вещь, что если вы посмотрите на карту, то есть нитка Уральских гор тянется с юга на север, разделяя восток и запад. А на территории Приполярного Урала такое ощущение, что эту нитку взяли и заезжали в большой клубок, большой узел. И вот этот узел, это как раз многочисленные снегоходные маршруты. И не только снегоходные, и лыжные, и пешие, и водные, где турист может получить массу удовольствия. Шикарные просто места. И еще эта территория, она очень сильно отличается от территории других Уральских гор. То есть здесь реально, ты чувствуешь себя в горах, здесь остроконечные альпийские вершины. И здесь вершины категорийные, требуют особого внимания, особой осторожности при прохождении маршрутов. Ну и самые красивые, естественно. Потому что все, кто приезжает сюда первый раз, они просто открывают арты, они говорят «Вах!». Следующая точка нашего маршрута – старинная деревня Оранец. Она стоит на высоком берегу реки Печоры. Отсюда начинаются древние торговые пути за Урал и маршруты известных путешественников. Деревня Оранец, в которой мы сейчас находимся, это одна из самых старых, я бы сказал, даже древнейшая деревня на Средней Печоре. В деревне сохранились несколько исторических зданий, в частности дом купца Логинова, которым построен более 200 лет тому назад. В этом доме жил, как я уже говорил, купец Логинов, который держал лавку. Здесь путешественники могли приобрести какие-то товары, в общем-то пополнить свои запасы провиантом, поменять лошадей. Здесь в деревне был свой кузнец. Далее от деревни путь проходит по известному Оранецкому тракту. Этот тракт, или, как говорили в старину, через каменный путь, имеет свою древнюю историю. Этой дорогой издавна ездили в Сибирь купцы. Ключевыми участками Оранецкого пути были два перевала – Саблинский проход, или Оранецкий перевал, и Щекуриинский проход, соединяющий реки Паток на западном склоне Урала и Щекурью на восточном. Этот перевал считали самым опасным местом на всем Оранецком пути. Здесь часто гибли обозы, занесенные пургой. В последние годы приполярный Урал набирает все большую популярность, как место отдыха для снегоходчиков. Многокилометровые живописные трассы привлекают спортсменов и любителей к подножию этих удивительных гор. Отлично! Вы смотрите Печорский кальтоскоп! Деревня Конецбор, что на правом берегу реки Печоры, располагается в 70 километрах от города. Входит в состав сельского поселения Озерный. Деревня с историей. Основана аж в 1750 году. Места красивые, жители хозяйственные, но проблем и там хватает. Побывав в начале лета в селе Приуральском, сейчас инициативная группа печорских депутатов и общественников отправилась в Конецбор. Вопрос один. Что беспокоит жителей? Конецборцы гостей ждали, претензии подготовили, собрались у дома досуга и начали рассказывать. Оказывается, их тревожит многое. Среди прочих проблем – отсутствие освещения и автобусной остановки. К тому же зимой там не чистят дороги, а в магазине очень высокие цены. Наш оператор оказался в составе инициативной группы. Ему удалось записать беседу. Какие проблемы еще есть? Не выпишешь и послать. Выпишешь, надо деньги платить. Остановку? В общем, бумага. Остановки нету, вот, смотрите, кусота. Медвежки две остановки, а здесь вообще остановка нету. Это комедвежка для медвежки. Конечно, конечно, обязательно. Остановка, конечно, это давно уже. Получается, Саран-Сар, Саниловки, Преуральска. Стоят вот, Канисборские также и стоят на улице. А бывает же дождь. У нас вот, да, Саниловка, Преуральск. Да, да. Автобус маленький. Конечно, если отбирает, Саниловка. Сейчас будет больше, потому что этот рейс уже отменились. А тут вообще магазин нет? Есть, есть, но мешает база. Цены высокие, а что нет? Надо сфотографировать, что в Преуральске и что тут. Столб упал. Олимпийский. И? А этот висит на кабеле. Ага. Приходили и сказали, что не наш. А чего тогда? Я не знаю. Волнует местных жителей и отсутствие скважины. Работы по ее строительству начались, но вот когда завершаться, пока вопрос. Слушайте, на данный момент нам скважину пробурили. Громкие. По программе у нас по этой главе республики, значит, там чистая вода. Выделили деньги. В двух деревнях, то есть у нас конец и в Росе. Но у нас уже пробурили вот скважину на глубине 30 метров. Вот, скважина уже как-то действующая, но ее надо осуществлять, нормально. Делать, чтобы люди походили и это... Это все будет пока в планах линия. На эксплуатацию воду еще не отдавали. Отдали, отдали. Отдали, убежали они. Вот. Но ее еще не оборудовали под пользоваться. То есть не подведены электрические столбы. Наверное, не закуплен насос, так понимаю, да? Наход есть. Ну, есть наход. Депутаты и общественники взяли вопросы на карандаш. Надеемся, проблем у сельчан поубавится. Ведь в таком красивом месте все должно быть прекрасно. Депутаты и общественники взяли вопросы на карандаш. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok В один из августовских дней печорская молодежь отправилась на квартирник. Какое забытое название. Когда-то наши родители собирались на квартирах и устраивали себе досуг. Теперь очередь детей. Эвелина, скажите, пожалуйста, что сегодня здесь интересное происходит? Что интересное происходит, это именно применение нового формата. В нашем городе в такой формат, как квартирники, он уже пробовался, в том числе и в досуге. А сейчас, как от всех, которые мы должны в политике, решили провести, что это в принципе за формат. Грубо говоря, просто сбор ребят, которые могут кто-то показать свои таланты. Вот мы пригласили нашего печорского музыканта Евгения Штунько под псевдонимом Фаун Чуковский. Он играет просто какую-либо любую музыку. Ну, просто вот душа у него к этому лежит. Также у нас есть открытая сцена, открытый микрофон, где ребята могут и стихи прочитать. Может быть, кто-то стендап своеобразный проведет. Вот, в принципе, это площадка для общения, для, не знаю, новых знакомств. Мы всех ждем, приходите, ради бога, мы ж только рады. У вас сегодня первое мероприятие. Что от него ждете и как будете планировать дальнейшую работу? Что от него ждем? Ну, наверное, чтобы пришли на это мероприятие не только волонтеры, не только активисты города, но и, в принципе, любой желающий, который просто увидел афишу. Чтобы люди могли понять о том, что свободное время можно проводить не только сидя у телевизора, но и в новой компании с новым кругом общения. Может быть, не знаю, вдруг что-то судьбоносное произойдет. Кто-то его знает. Если сегодня получится на ура, будете продолжать? Конечно. Если любой формат, на который мы получаем отклик, мы стараемся заново возобновлять, улучшать. У нас также почти в конце каждого мероприятия мы ставим в стенд, чтобы ребята могли написать отзывы. И мы уже на этих отзывах, на этой обратной связи анализируем, подходит, не подходит, нравится, не нравится, чтобы мы могли дальше выстраивать свою работу. Кратко о проекте. Просто мы решили запустить такое немножечко развлекательное, культурное мероприятие для молодежи. Что сегодня нас ждет? Для нас, для вас выступит музыкант Евгений Штанько. Можно поаплодировать. Спасибо. Евгений сыграет то, что захотите вы вместе споете. В общем, все в вашем распоряжении. Также вы можете пользоваться нашей фотозоной. Также вы можете поиграть в старую добрую игру. Кто-то знает, не знает, называется Sega. В детстве многие играли. В принципе, можете пить чай. Хорошего времени про рождение. Надеюсь, вам зайдет. Все, спасибо. Ну что, поехали. Песня называется «Эмма ушел». Песня называется «Эмма ушел». Ведь это был для нас не просто год. Эмма ушел на пенсию. Каких ему претензий? Здоровье не то. Уже не поплачешь много. Поднялось давление общества. И давление внутрь и черепа. В этом нет ничего смешного. Поднялось давление общества. Какие улыбки? Песня называется «Эмма ушел в том, что это может быть». Анастасия урожая — это правда, что это правда. Ты знаешь, не так, как много нас А ты уезжаешь, а ты уезжаешь На полка, на полка Я солдат, нет амошен и ребенок войны Я солдат, но позаречи, Марина Я солдат, солдат забытый, понял, странный Я герой, скажи мне, какого-то мана Слишком скверно, сердце ухо укусит Время москит, я зачем-то коленом движение делаю Топча и чеканя шаги по бетону Вибрации мертвой инкогнитотера Дает от шагов мне прям до костей к мозгу Я розгой себя вечевал Зачем надо? Свободы! Мне больше свободы, все скину! О боже, вами очарован Я ослеплен ночами той, чья доброта согреет руки Холодный, скучный, зимний зной Ее слова, вино сладкое Им на повал напился я И мне достаточно лишь взгляда Ее сокрытые глаза, пьянеть, чтоб даже без вина И иногда морфей чудесный Дает испить нектар богов И по ночам во снах прелестных Меня с собой уносит он И тошнотворными богами Казались Хорс и Аполлон Ведь если б не они утрами То я ушел бы в вечный сон Будто снова семнадцать лет Не дали выбора влюбляться в тебя или нет Ты давай этот наш секрет Оставим в тайне только после Расскажем их всем Когда ты рядом, троллей в снег Дай ты рассудок и возможность просто болтать Давай взлетаем дальше всех Давай сделаем так, чтоб не пришлось намолчать И о чем сердце бьется плечом Вдруг внезапно родившиеся в нем то чистое чувство Вместе нам ни по чем были бы все преграды и быт Но от этого грустно Разливаясь в ручок и спускаются с гор ледники Что застывшими были Позабыв обо всем мы сжигаем мосты Строя счастье среди этой плыли Милая в мыле две половины И чьи это силы Нас разделили И жизнь на две части А до и после считал, что был счастлив С тобой нечто большее Купаемся в страсти Как несерьезный Я в твоей власти Ты в моих грезах, но в жизни прекрасней Единственный повод любить эту жизнь Единственный стих, ухарабкаться ввысь Ты, 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 весь на пол жизни назад И успей мне ее показать Время позволь провожать с ней закат И рассвет равнявшись встречать Время в реальность мой собоплоти Преврати его в путь И от ей почву мне с ней не по пути Разные судьбы с тобой провожать закат А после встречать этот свет Тебя бы курить за пять Одну бы любить из всех С тобой бы дожить достать Возможно, все улеглось Пожали, не бегать назад Ты горды, что жили брось Спасибо Вы смотрите Печорский кариноскоп В последний день лета Чтобы юные печорцы совсем не заскучали Для них в парке геологов устроили настоящий праздник Да не простой, а полезный Давайте посмотрим Мы неоднократно проводили здесь свои мероприятия Открывали скворечники, вешали Открывали переулок скворечный Мы здесь новогоднюю елку ставили Гуляли здесь вокруг новогодней елки И сегодня следующее наше очередное мероприятие Это радужный мир, наверное Мы хотим, чтобы парк геологов был красивым Очень много детей сейчас ходят здесь гуляют Играют на горках вот здесь бегают Но, конечно, он требует еще усовершенствования Чтобы он был красивый, яркий, красочный И наш детский сад, сотрудники детского сада Вместе с детьми решили его украсить Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы разрисовать камни Мы приходили сюда и увидели, что здесь много валяется Просто валяется камней разного размера И мы с педагогами, с детьми решили Что эти камни можно превратить в волшебные Красивые радужные камни И мы сегодня их постараемся разукрасить Сделать из них не просто серые камни А сделать яркие цветные камни А еще и написать на них слова Буквы и слова А из этих букв сложить камни Чтобы получились хорошие, добрые слова Добро, счастье, любовь Для детей это сегодня праздник Что мы вышли из детского сада И хотим погулять по своему парку Прийти здесь поиграть Ну и сделать добрые дела Украсить И мы очень надеемся Что эти добрые дела у нас останутся здесь не на один день А на много-намного времени И кто-то будет приходить сюда Потому что наши семьи уже приходят сюда Смотрят, висит ли их скворечник, который они вешали Фотографируются рядом с ним А сейчас еще будут приходить вместе с детьми смотреть Есть ли их камушек, которые они разрисовали Или он куда-то переместился Начали, как и полагается, с танцевальной разминки Привет, ребята Поключите вместе со мной Молодцы, ребята Несмотря на то, что у вас сегодня немножко грустное настроение Я знаю почему Потому что сегодня последний день Лето Лето Конечно, мы немножечко грустим Но мы не будем грустить Не за что? Прежде чем покрасить Нужно внимательно включить свою голову Будем включать голову? Кто меня видит, громко похлопайте Готовы танцевать? Да Готовы И вот она Долгожданная работа красками На подмогу малышам пришли их мамы и папы А также молодая художница Ева Лепитан Сделаем мир ярче Возьму я в руки краски И нарисую море На мрачном сером небе Поверх унылых туч И небо станет ясным И сразу улыбнется Когда к нему в ладошку Заглянет первый луч Краска апельсина Песенка клубничная Песенка клубничная Над землей польется Сладкие сбываются мечты Сладкие сбываются мечты Когда унылым цветом Раскрашены минуты Когда зима на сердце И за окном метель Возьми скорее краски И в дом заглянет чудо И расцветет на ветках Цветная карамель Краска апельсиновая На лесу солнце И вишневой краской Нежные цветы Песенка клубничная Над землей польется Сладкие сбываются мечты Сладкие сбываются мечты Вы смотрите Печорский калейдоскоп То были свежие новости А о печоре прошлого Расскажет ретро-калейдоскоп Первый учебный день Для маленьких гимназистов Начался с веселого праздника Для начала ребят дружно поприветствовали Их родители и педагоги О том, что они будут обучаться В лучшей школе страны Под руководством Самых опытных педагогов мира Первоклассников сообщил Глава городского поселения Печора Владимир Менников А уже более старшие товарищи Своим заводным пением и танцами Доказали, что гимназия Это большой дружный дом Где ребятам никогда не будет скучно Конечно, волнительно Это все потрясающе красивый праздник Очень жал, не запаслись платочками Потому что слеза-то выжималась Безусловно Замечательно Самый запоминающийся момент на линейках Посвященных Дню Знаний Это, конечно же, школьный звонок Для первоклассников он означает Начало длинного жизненного отрезка пути Для 11-ти классников Завершающий этап школьной жизни День Знаний Это первые звонки и волнения Море цветов и белых бантов И, конечно же, традиционные открытые уроки Эти занятия такие долгожданные для тех Кто впервые переступил школьный порог Новенький портфель Учебники, прописи, парты и школьные доски Испуганные глазенки Первая учительница Как все это дорого сердцу Сегодня я узнала, что в школе хорошо Что надо учиться на одни пятерки И потому что, если будешь на тройке То ты никуда не пойдешь И я теперь буду стараться учиться на одни пятерки Я узнала нового, что мы будем ходить каждый день Что у нас только по субботам будут выходные И мне нравится ходить в школу Школа это хорошая Весь учительница и учители здесь хорошие В первой гимназии уроки всегда проходят на высоком уровне Что лишний раз подтверждает профессионализм учителей Доказательством этому служат цифры В прошлом учебном году все выпускники сдали единый государственный экзамен Сейчас они являются студентами средних и высших учебных заведений Считается лучшая школа в нашем городе И преподавательский состав все-таки сильный И как бы посоветовали хороший преподаватель Мы к ней ходили на подготовительные курсы И Ульяна нас сама выбрала Я хочу быть только к Людмиле Ивановне И мы решили к ней пойти 1 сентября гимназия отметила сразу два праздника Один из них день знаний, другой 20-летний юбилей Я помню гимназию бурлящей прежде всего Потому что было очень-очень много детей Было очень много детей, родителей и школьников И когда мы открывались, это было, конечно, 90-й год Это было семь первых классов Это были красивые, здоровые, веселые, жизнерадостные А педагогический состав, это был изумительный Я за свою жизнь такого педагогического состава больше не видела По словам Нины Алексеевны, обучение в гимназии всегда считалось престижным Несмотря на достаточно трудную школьную программу Родители стремятся отдать своих детей именно сюда Зато отучившись здесь 11 лет Детям гораздо легче поступать в престижные вузы А это были все новости на сегодня Увидимся с вами через неделю Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова